Друзья, всем привет! Сегодня разберем самый распространенный способ оснастки силиконовых приматок на обычные джиголовки. Я специально взял джиголовку побольше, силиконовые приманки, несколько штук. Самый распространенный силикон, с которым используются джиголовки, это именно либрохвостики у нас, поэтому показывать я буду именно на нем, но можно также использовать и твистеры. Твистер можно оснащать по-разному, можно надевать как вверх крючком, то есть хвостик у нас смотрит вниз, также можно надевать хвостик, чтобы смотрел вверх, ну или вбок. Соответственно, если мы говорим о твистерах, то от этого будет зависеть игра. То есть, если мы одеваем крючком вверх, то у нас будет приманка подниматься кверху попой, грубо говоря, то есть вот так вот отыгрывать большую часть времени. Если же мы надеваем хвостик вверх, то у нас приманка играет в обратную сторону, то есть она будет, наверное, идти более равномерно. Если же мы надеваем джиголовочку перпендикулярно приманке, то у нас, соответственно, будет идти игра либо в одну сторону, либо если она будет в другую сторону, хвостик, то в другую. То есть, в случае с твистером у нас изменяется игра силиконовой приманки. Наверное, перед тем, как показать, как же будем оснащать нашу силиконовую приманку джиголовкой. Расскажу немножко о плюсах и минусах использования данного типа оснастки. Это у нас получается жесткая оснастка. В чем ее плюсы? Хорошая реализация подсечек. Это раз. Когда мы рыбачим в корягах, у нас несколько меньшая зацепляемость будет, потому что у нас, как бы, крючок отыгрывает. В случае с шарнирными оснастками у нас рыбка тоже играет и, соответственно, крючком у него больше шансов зацепиться за коряги. Поэтому в корягах на джиголовках у нас будет засекаемость несколько меньше. Вот. В сравнении с шарнирным монтажом. Один из главных плюсов это наилучшая управляемость приманки, потому что у нас получается жесткая оснастка. У нас тут идет, грубо говоря, поводок. То, какие используют. И потом сразу плетенка. Вот. И мы лучше чувствуем это, нежели на шарнирной оснастке. То есть ударчики мы будем чувствовать и там, и там. Но управлять игрой приманки проще все-таки с жесткой оснасткой на джиголовке. Плюсы мы разобрали, но у этой оснастки есть и минусы. У данного способа монтажа один из весомых недостатков это не сильно высокая дальность заброса. Почему? Потому что у нас при жесткой сцепке получается очень большая парусность у приманки. Второй минус заключается в том, что у силиконовых приманок сковывается движение ее игры. То есть, что я имею ввиду? У нас получается жесткий каркас идет у приманки практически через всю ее длину туловища и у нас получается играет только вот эта вот часть, задний хвостик. В случае с шарнирной оснасткой у нас играет еще и само тело и может быть как-нибудь вот так вот отыгрывать. Собственно, вокруг своей оси она может вращаться, если мы будем использовать джиг-головочки меньшего веса. Но не всегда это получается, скажем так. Поэтому вот в этом есть небольшой недостаток этой приманки. И некоторые виды силикона, прям значительно ухудшается у них игра. Поэтому я изначально сказал, что вот лучше использовать именно для жесткой оснастки на джиг-головку, лучше использовать именно виброхвосты. Третий минус данной оснастки в том, что есть у нас сейчас огромное количество различных силиконов, в том числе, которые обладают некой плавучестью. То есть, вот такая вот жесткая оснастка, в отличие от шарнирной, не дает нашей силиконовой приманке рыбки всплывать. То есть, отыгрывать еще за счет вот этого вот свойства плавучести. Ладно, разобрали плюсы и минусы. Теперь давайте разберемся, как же нам оснастить силиконовую приманку джиг-головкой. Вот у нас идет силиконовая приманка. Мы отмеряем нашу джиг-головку по силиконовой приманке, чтобы у нас кончик силикона упирался в сам шарик джиговой, в основание джиговой приманки. Потому что здесь может быть не только шарик, у нас самые разнообразные грузики могут использоваться на джиг-головках. Определяем примерно ось нашей приманки. То есть, получается, середина хвоста, середина тулощи. То есть, проводим воображаемую линию, вот так вот, и по ней прикладываем крючок джиг-головки. Отмерили, докуда у нас должна выходить джиг-головка. И, соответственно, вот до сюда вот мы будем продевать нашу силиконовую, будем продевать нашу джиг-головку через силиконовую приманку. Вставляется она через кончик и вот таким вот образом, как червя, грубо говоря, она у нас насаживается. Так, я чуть-чуть потерял, наверное, место. Ну, вот таким вот образом она у нас протягивается. Хоп! Ну, таким вот образом оснащается у нас силиконовая приманка на джиг-головку. Нужно немножко потренироваться, чтобы это получалось. Не всегда получается с первого раза. Я сейчас немножко волнуюсь. Тоже немножко не по центру получилось, но не суть важна. Рыбка будет отыгрывать, будет давать свою игру. Не обязательно одевать ее прям точь-в-точь, как положено, чтобы она ровненько все было и аккуратненько. Потому что вот эти вот все неровности, которые получаются, если вдруг мы неправильно оснастили, немножко они тоже дают свою игру рыбке, что дают свои преимущества. На этом все. Всем спасибо. Ставим пальцы вверх, пишем комментарии, делимся видео с друзьями и до встречи в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok